Студенты Ленёвского центра профессионального обучения на этой неделе имели возможность задать свой вопрос губернатору Новосибирской области. В ходе рабочей поездки по Искитимскому району Андрей Травников посетил и их учебное учреждение. Теме образования, а точнее подготовке кадров предприятий, было посвящено заседания, состоявшиеся в Искитиме. Это был последний пункт повестки дня. До этого губернатор посетил несколько объектов на станции Евсина, ну а началось деловое утро с визитов Ленёва. В местной администрации Андрей Травников обсудил со специалистами перспективы строительства спортивного комплекса. Дальнейшего благоустройства Ленёвского парка культуры, в частности, строительство раздевалок у новой хоккейной коробки. Коммуникации под объект уже подведены и при наличии финансирования к строительству можно приступить уже в этом году. А далее последовала встреча в стенах Ленёвского центра профессионального обучения с его студентами и преподавателями. Ребята взволнованы, им впервые предстояла беседа со столь высоким гостем. Андрей Александрович вёл встречу на равных по-взрослому, чем порадовал студентов. Я в Ленёвском районе бывал в течение года уже не раз. Три-четыре раза, по-моему, бывал уже на разных предприятиях. Базовый зелёный пункт, и в Белёвок, и в Ленёвок, и в Ленёвок. Могу сказать, что ваше базовое предприятие, историческое базовое предприятие, электронный завод, чувствует себя достаточно уверенно. Самое главное, что продукция этого завода востребована по всему рынку. Некоторая аминклатура продукции электродов является уникальной. И Новосибирский электродный завод, и другие предприятия, расположенные в окрестностях Ленёва, одинаково заинтересованы в хорошо подготовленных кадрах. Сибирский антрацит, завод искусственного волокна, расширяют производственные мощности, наращивают обороты. Ленёва, являясь территорией опережающего социально-экономического развития, имеет инвестиционные площадки и перечень предприятий, готовых на них войти. В ближайшие годы, конечно, потребность специалистов будет только расти. Рабочие места самые разные будут создаваться. И очень важно, чтобы вы нашли себя здесь, на малой родине. Студенты внимательно слушают главного человека в области. Ведь губернатор со знанием дела говорит о месте, где ребята родились, выросли, теперь вот приобретают специальность. Молодёжь видит в гости не только представителя власти, а человека, который сумел достичь больших высот. Поэтому и вопросы Андрею Александровичу ребята задавали самые разные. Чем вы увлекаетесь в свободное время? В связи с тем, что увлечений много, а времени свободного мало, то стараюсь ухватить все. Ну какие увлечения? Спорт из спорта – это лыжи, беговые лыжи и горные лыжи. Люблю на рыбалку сходить, очень легко на охоту, буквально раз в два года иногда получается. Люблю просто на природе отдохнуть. Очень люблю, куда давно уже не удавалось попадать, это люблю ходить в лес за грибами, за ягодами. На болоте за клюквой не было, наверное, лет 10. Поэтому ближайшая мечта – на болото придём забраться. Какими качествами должен обладать губернатор? Я думаю, что любой руководитель должен обладать такими качествами. Это ответственность, это смелость взять на себя ответственность и взять на себя амбициозные задачи. А ещё, знаете, качество, которое сегодня выходит на первое место, наверное, не только в работе губернатора и руководителя, а даже в работе многих специалистов. Это коммуникабельность. Коммуникабельность в смысле не просто, что умение разговор поддержать, знакомство заводить, а в способности вести переговоры, в способности к кооперации, в способности находить взаимные интересы с твоими партнёрами или с твоими коллегами. Интересовались ребята перспективами развития Ленёва, каким губернатор видит его будущее, старались выяснить первоочередные задачи Молодёжного совета учебного учреждения и есть ли возможность сделать жизнь студентов легче. Чтобы в нашем учреждении появилось общежитие. Многие хотят сюда пойти учиться, но не мешает отсутствию жилья. Могли бы решить этот вопрос. Мне была районная сказала, что есть свободная точка, и мы сегодня пообсуждаем, в том числе эту тему. Как я установил, у нас отдельное совещание, которое посвящено системе профобразования и подготовке кадров для специалистов. Вот, как бы вам вопрос. Вы говорите, много желающих здесь учиться. Это даже вот ваши знакомые, которые не попали в этот центр. А откуда из каких-то? Откуда? С Ельсина. С Ельсина, да? То есть хотели бы учиться, но мест не хватило. А конкурс, да, у вас хотели? Нет, нет. А конкурс-то есть? Конкурс у нас был, у нас проходят два, было три с половиной балла в этом году учебник. Понятно. Диалог получился занятным, разносторонним и содержательным. Поблагодарив ребят за общение, гости центра профобучения вместе с его директором совершили экскурсию по учебному учреждению. По пути отмечали сильные стороны в виде хорошего оборудования мастерских, неплохой материально-технической базы и прорехи, вызванные недофинансированием, например, протекающие потолки. Уже на следующий день студенты и их преподаватели вернутся к будничному учебному процессу. Но воспоминания о встрече с губернатором области останутся навсегда. Его слова о важности образования будут служить дополнительным стимулом в учебе.